Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы посмотрим с вами на кейпад от Razer, а именно Razer Tartarus Chrome. Поехали! Я думаю, у вас уже возник вопрос, для кого же нужно данное устройство. Ну, во-первых, данный кейпад очень пригодится тем, кто играет на ноутбуке. Даже если у вас не самая дешёвая игровая машина, там, скорее всего, будут стоять обычные ноутбучные клавиши, на которых играть не так уж и удобно. И здесь на помощь придёт данный кейпад, на котором будет в разы удобнее играть, чем на ноутбучной клавиатуре. Ну и, во-вторых, данное устройство изначально позиционируется как устройство для игры в ММО и игры. Ну и теперь давайте посмотрим на само устройство. В комплекте, помимо самого Razer Tartarus Chrome, мы найдём инструкцию, фирменное приветствие Razer, а также наклеечки. Я уже одну наклею, удержаться не смог. Ставь лайк, если так же, как и я, любишь наклеечки. Razer решили сделать кейпад из приятного на ощупь софт-тач пластика, но, к сожалению, он собирает печатки и со временем будет зацарапываться и затираться. Благо, из этого материала сделана только подставка под запястье. Она, кстати, умеет регулироваться в двух положениях, что позволит вам подстроить Razer Tartarus под себя. На самом кейпаде есть 15 обычных клавиш, как на клавиатуре, 8-позиционный джойстик, пробел и кнопка Alt. Также хочется отметить, что некоторые клавиши на кейпаде имеют разную длину хода, что добавляет немало удобства. Они мембранные, на них довольно-таки приятно нажимать, и они имеют чёткий клик. Все эти клавиши можно подстроить под себя. Также мне очень понравилось, что данное устройство имеет провод в тканевой оплётке. Ну и теперь давайте поговорим про программное обеспечение и настройку кейпада. Приложение позволит сделать нам 8 раскладок клавиш. К примеру, я очень люблю играть в Star Wars Battlefront 2, и специально для этой игры я могу настроить профиль. Для другой игры я могу настроить второй профиль, к примеру, для Mafia 2. И когда я захочу поиграть в данную игру, мне не нужно будет перенастраивать кейпад, и я смогу просто переключиться на профиль для данной игры. Также в настройках кейпада можно менять эффект подсветки. К примеру, я могу сделать режим дыхания, статичный, цикличная смена спектра, или оставить кейпад без подсветки. Также для некоторых эффектов можно настраивать цвета. Ну и по сути, для Razer Tartarus Chrome в Razer Synapse 2.0 больше настроек нет. И давайте теперь поговорим, насколько же им удобно пользоваться. Я играл на нём в большое количество игр, таких как Star Wars Battlefront 2, GTA 5, Wolfenstein 2 The New Colossus, и много других игр, таких как Mafia 2, Mafia 3, или Watch Dogs 2. И я могу сказать, что в каждой игре мне было очень удобно на нём играть. Благодаря удобной подставке на кейпад удобно ложится рука, и до всех клавиш можно с лёгкостью достать. И у кейпада есть единственный минус, это нехватка нескольких кнопок. К примеру, я могу играть в Star Wars Battlefront 2, и в сюжетной кампании мне будет не хватать буквально одной-двух кнопок, таких как G или H. А в сетевой игре они не требуются, поэтому без них можно спокойно обойтись. И так было ещё буквально в нескольких играх. И это не так уж критично, при условии, что на кейпаде можно полностью переназначить все кнопки. И я ни разу не жалею, что у меня появилось данное устройство, потому что на нём очень удобно играть, и в некоторых играх оно стало для меня буквально незаменимым. Если вы играете в игры на ноутбуке, то я бы на вашем месте очень серьёзно рассматривал данную вещь к покупке. Мне же данный кейпад от Razer нужен в качестве замены клавиатуры во многих играх, потому что на моей Razer Deathstalker меня не устраивают клавиши. Во-первых, они имеют очень низкий ход, что мне не очень нравится, ну а во-вторых, они жёсткие. Но поскольку в остальном, кроме игр, меня клавиатура полностью во всём устраивает, я решил её не менять и приобрести данный кейпад от Razer. Я полностью доволен покупкой, если вы когда-то думали, нужен вам этот кейпад или не нужен, то я бы на вашем месте его рассматривал. Потому что то, что делают другие производители, мне как-то не очень нравится, потому что, к примеру, тот же кейпад от Logitech, он какой-то массивный и некрасивый. Ну а стоит он при этом ненамного меньше. Поэтому я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик, и почему бы вам не поставить ему лайк, не подписаться на мой канал, ну а с вами был Алекс, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok